Тоже самое творится в пчеловодстве. Внимание! Завозят пчелопакеты узбечек, маток южных пчел. Мы теряем местный генофонд. Деньги, деньги, деньги. Больше ничего. Соглашусь с Валерием Кустинычем. Все новые и новые видео в интернете появляются по обрезке деревьев. Якобы, если не обрезать, получим загущенность и большую высоту деревьев. При этом... Это он пишет. Или она? Сейчас. Ой, а кто же это пишет? Ну, поверьте, я по крайней мере, я все скажу. Пасека. А, ну тут вместо фамилии написано. Пасека до души. Мы будем считать, что вот это адресом действительный. Итак, при этом саженцы-инвалиды, термин чей, садят без обрезки одной третьей части. То есть, этот человек полностью на моей стороне. То есть, корни и крону не уравновешивают. Вот спасибо ему за вот это. А потом начинает резать. Люди в ладоши хлопают. Я сам видел. Идет мастер-класс. Изуродовал дерево, люди хлопают ладоши. А потом получают без урожая, высокую запущенную деревьев за счет ладошков. Вот она, горькая правда. И вместо того, чтобы собирать урожай, они-то считают, молчки, они ни на что не годны, они бесполезны, и ее же трежут. Уже постановились бы, молчки на третий год дали бы урожай. Они этого не знают. Потому что терпения не хватает ждать три года. Потому что те, кто научил, сказав, что волчки бесполезны и бесплодны, они ни одного дерева не вырастили. Они стали преподавателями через это. Им не надо было сады выращивать. Когда студентам научат сад выращивать, когда он сам увидит, что чем больше режешь, тем больше волчков, тем больше... А этого не знают. Вот я пишу. Осветительная обрезка загущения деревьев. Еще я скажу пчеловоду. Пасеку для души. Уважаемый, это... Я так же это самое. Я дружу с пчеловодами. Ну, по крайней мере, с двумя профессиональными. По крайней мере, один на этой стороне живет, а другой на той стороне они все живет. Да? Так же, как стоит вон машина с этими импортными садинцами, все доедино обреченные на смерть, все доедино. Оказывается, пчелопакеты тоже завалились, наш сибиряков. И это и есть. Об этом все молчат. Что в этом далеко услышат пасеку для души? Меня ни черта не слушают. Как там было написано? Смотрите. Ладно, не буду искать. Я просто с вами скажу. Что там было написано? Там было написано, что надо это самое. Режеть, режеть, режеть. Режеть, режеть, режеть. И таких, как там было сказано, сотни и сотни появляются работы. На меня одного. Меня до сих пор последователей практически нет. Где-то кто-то возьмет и вдруг скажет на каком-то крупном этом. А вот Железов считает. Да пошел он. Авторитеты, которые командуют этими. Ну, это как бы лидеры среди вот этих вот переписков, руганий и прочее. Это все люди, которые сами не выращивали. Но они зато читали. Видишь, что получилось? Ладно, что дальше следует? Мы уже столько проблем открыли. А ни одной решить не можем. Еще раз. Наши люди нужны там. Ну, теперь более конкретные вопросы. Они очень важны, ребята. Очень важны. Татьяна Максакова. На вишню-летовку прививала черешню. Ствол черешни, толще вишни. Понятно было. Смотрите. Понятно, да? Борозовала по двой вишни, но результат пока слабый. Вот слово борозовала для меня это примерно как для бока красная тряпка. Существует несколько десятков идиотских, смертельных, опасных. Даже вот не сказать, что просто безобидных, ненужных. Вот ненужных. Вот бороздой, не бороздой, ничего особенного. Безобидный. Нет. Страшные вещи бороздования. Кто в 19 веке или 20-м, кто-то какой-то один, не буду уже оскорблять, один, некто, взял и придумал. Если привой по двое обгоняет, проводим вот так, берем нож, раз, и выравняется. Я долго думал, а где вот эта технология, где ее физиологическая основа? Почему она должна вдруг по двое расти, а привой перестать расти? Ну, чтобы уравнять, понимаете? Чтобы уравнять. Как это может быть? Пока я вижу одно. Взяли и резонули. Так, что здесь происходит? Я Алису не включал. Я Алису не включал. Я включила. Алису и чат. Что происходит? Вот и мне интересно, что происходит и как тебя убрать. В настройках меня найдите голосовая активация. Но разве я вам мешаю? Хе-хе. Как ее убрать? Где она у меня там вылезла? Наверное, я тут не лучший собеседник. Не, ну, как здорово. Алиса, я вежлива, все-таки, женский голос. Можно помолчать? Потому что я не знаю, где тебя выключат. Я никогда ее не пользовался. Будем считать, что это так, легкое, это, ну, сильно много я говорю грустного, это как бы похихикать. Так, продолжаем. Ой, Алиса, помолчи. Так, смотрите. Итак, получается, все-таки, мы когда провели черту, то есть, глубоко, там так и написано, глубоко, все пишут, якобы специалисты. Итак, бороздование провели, зацепив часть, подвое, часть привое. что должно происходить? Ну, на подвое скажется меньше, мне кажется. Так, и он продолжает расти, как рост. А прямой, как правило, он, во-первых, более слабый, на мороз, он все-таки чужак, он сидит, сидит на этом самом, на чужом месте. Кто его сюда звал? Его носил, ух, примотал. И тогда получается, что на него сильнее действует вот эта страшная рана. И он начинает просто, не то что, просто хуже расти. И у кто-то когда-то бороздовал, и у него, наверное, это было в более теплых краях, более теплых. Наверное, когда он это придумал, у него, наверное, все-таки получилось, в конечном счете, вот это. Потом это все, вот, потом это все, перешло на север. И тут начинается страшная вещь, смерть. А авторы, а их потом стало десятки, потом сотни, потом тысячи, особенно после того, когда полус интернет, не каждый мог издать вот такую книгу, как я. И то попробуйте, видите, я умоляю, купите, потому что хотя бы деньги это оправдать-то. вы видели, какая она красивая, вы видели, какая там это, полиграфия. Вот. А ее, нет, не бесплатно жить печатаем. И вот получается, что мы должны понять, что, впередя на северные края, происходит страшная вещь. вот это вот якобы выравнивание по двое с плевоем, достаточно безобидное на юге, стало смертельно на севере. Этого они не поняли. Я тогда листаю дальше, смотрите. Это не совсем то. Это просто, есть еще вторая причина образования. Тоже, куда-то, когда-то решил так, рано или поздно на дереве появятся трещины. А это обязательно, особенно в тех местах, где, ну, дерево растет, оно, знаете как, трескается, потом между трещинами появляется молодая ткань, она должна еще вызреть, и ничего. Я еще потом кучу фотографий покажу, если дойдем до этого. Я медленно говорю, уже час прошел. Вот. Но однажды какой-то странный человек решил, раз трещины рано или поздно появятся, давайте мы их заранее сделаем. Это близко к тому, там раздавание такой целью, а это с целью упорядить. Теперь она, уже дерево разбороздавали, теперь раны заживут, и теперь трещина новая появляться не будет. Это я не вам, это им кучих покажет, специалистам. Вы что, охерели? Вы искалечили дерево. Это второй момент. А теперь слово абаза. Внимание. Вот. Я все-таки ради одного фотографии. Почему? Потому что нам нужно не только этих отменять. Как их называют-то, господи. Да все надо уже отменять. Вот сейчас я найду слово абаза. Вот оно. Так. Абаза. Абаза. Вот оно ищется. Только ради для фотографии. Это горькая история, когда я вам рассказывал о ней. Уникальный человек, увлеченный садоводом, тот же директор завода, вот же человек, который создавал уникальные вещи. Вы представляете, там какой-то особый воздух, там какая-то скважина, вода особая. Не хватало одного. Не хватало яблок, груш, шлиф, без естественного без отравы и естественно, что свое, свое, свое. Своё. Когда-то я все это подробно рассказывал, вот видите, вот. Надо было переходить на свое, на родное. Вот это чудеса он производил. Царство небесное. Вот. Я подробно рассказывал и все это пропускаю, только ради этого симка. Вот это он гноил. Посадка стандарта. Приказано было в каждую этот самый, насыпать этого самого, это, 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 пепло насыпало. Все сгноил. Но это ладно. Вот. Мыши жрали. Откуда они знали, что в саду бывают мыши? Это я раскапывал. Дерево умирает на наших глазах. Я беру ручками свои, вот этими, раскапываю, называю причину. А вы знаете, что в таких случаях делали? В аптеку бегут, или там это, в магазин, где ядохимикаты. Да удобрений побольше. А вот так вот сделать, никому в голову пока я не приехал. Он меня и позвал как специалистов. Ну, все ради этого. Итак, этот снимок я показывал, умиращее дерево. Судите по листве. Никогда не радуйтесь. Внизу. Это еще не этот снимок. Я вам показывал. Смотрите внимательно. Собственными руками искалечил дерево. Почему? Толстую книгу показал. Автора не буду называть. Пусть живет. Это горы Саянский город. Посреди это невероятно. Там на какой черт знает высоте. посреди Сибири. Горный этот, обозор. Горный город. С горными этими работами. И тогда я взял вот эту фотографию. А, фотографию в моей просьбе делал сам хозяин. Говорил, позорьте меня. ну, ну, что это такое, а? Кто с тебя просил? Он все тысячи деревьев изумечил. Все тысячи. Почему? В книге написано, он не открывает его, там у него закладки. Он, у него агроном, вот та девушка, не хочу показывать второй раз. Мелько видели, стоит в руках кармана. Вот. Не буду второй раз ее показывать. Ну, извините, она, может, и умный человек, но она в садоводстве. Он сам, сам лично читал отдельные страницы книги, брал нож и лично директор завода калечил деревья. Так, идем дальше. Тут много чего. Только я решил, что я не буду дальше говорить. Меняем тему. а тема еще страшнее. Ну, я же не виноват, ребята. Наш не пробьется никто наверх, ничего хуже будет. Вот как получилось, что с каждым все страшнее и страшнее, с каждым этим письмом страшнее и страшнее. Мне надо пойти чай к чаю. Вы пока начинайте читать. Я пойду чаю. Попадаю горячего. Морва перешихает. Опа. Так, 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 так. Я вышла три минуты. Спасибо. 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 Кубань. То же самое. Слово-слово. Ну и сами понимаете, за эти годы ничего не изменилось. Что-то там абрикосов не прибавилось. Такое происходит с абрикосами покупными. Ну тут понятно уже, мы проходили. Привитыми самостоятельно. С косточками жарделями старыми и молодыми. Абрикосовые сады уже три года вырезают в посёлок. Откуда он всё знает? Он знает всё про юг России, запад России. Это гигантские территории. Украину. Откуда он всё знает? Только она, она, Татьяна. А тут кроме Татьяны ничего, данных нету. Итак. Абрикосовые сады три года вырезают в посёлок. Фермеры обрабатывают семь раз сильнейшими ядами. По цветку тоже. Говорят, что этот грибок заносят насекомые, а пылители в цветок. В результате шум дождь, холод, жару одинаково, отмирание веток. Жизнь прожила, такого не встречала. Раньше этим болели только волочные и вишни. Изменение климата. Болезни везли с привозными деревьями. Спасибо за ваш труд. Значит, смотрите. Я железов не отрицаю. Привозные деревья, потому что их везут. И действительно могли привести болезнь, которую по ошибке назвали майн страшнейший манилиоз. Вот с чем я говорю. По страшной, невероятной ошибке назвали манилиозом. Допустим, бактериально. Та же, как уничтожили яблони, добрались до абрикосов. Как с этим бороться? Смотрите сюда. Вот это вот мой сад. У меня такое есть место, где ниоткуда не видно. Сжигать запрещено. И правильно. Целые поселки горят. Хотя специалисты, которые я морду набил всем, продолжают требовать, чтобы мы сжигали. Немедленно причем. Я оттуда взял эту веточку с этой кучи. И вот он манилиоз. Это абрикосовый. Смотрите это сюда. Итак. Я... Есть два таких. Вот у нас проблемы с абрикосами. А яблони, вроде проблем таких и не было. Вроде бы их и не было. То есть, растили яблони. У нас в Сибири она стала уже не экспортом, а импортом. Вы поверите. Яблони, яблоки стали импортом. Дожили до лучших реводов. Теперь на манилиоз свалили яблони. Не только абрикосов. Вот эти валят. Татьяна валит на абрикос. На манилиоз абрикосов. У нас свалили на манилиоз яблони. Итак. Я взял справочник. Будем обстоятельно. Мы так уже много знаем. Это болезнь растения, приводящая к уничтожению плодового растения. Хозяина. Возбудитель. Узкоспециализированный. Фитогипатогенный. Вот это вот вранье чистейшее. Его просто назначили. Опасным. Гриб в коне идеальной стадии. Аноморфа. Как умно написано. Как умно. Носящий наименование манилия. Сумчатой стадии телеоморфа. Вот. Поражает только яблонь. Особенно сильно на Дальнем Востоке и Восточной Сибири. Я тоже живу в Восточной Сибири. Вот. Нет у нас никакой манилии у яблонь. Есть бактериальная болезнь. Нету подозрения, что здесь, это есть и правда. Если это случилось внезапно и все начало уничтожаться, то это бактериальная болезнь. Я ж не видел, меня ж туда не отправляют в командировку, как в Амазо отправили. Вот. Я, может быть, что-то бы и понял. Так. Значит. Получается так. Результат одинаков. Вот. Изменение климата и прочее, прочее. Но. У нас климат бывает каждый год разный. И ничего. Речь идет сейчас вот о чем. Значит. Мне говорят по яблоням. По яблоням, да. Сотни тысяч деревьев прекрасных, крупноплодных, удивительных. Уничтожено неизвестным болезнью. А назвали виноватым манилиозом. Так. Я говорю, это бактериальная болезнь. Вот. А что им надо бактериальная болезнь? Чтобы дерево заболело, надо ему ослабить максимально. А яблоню труднее ослабить. Например. Ее даже когда садят в эту ямку, она гниет. Но не так уже, как абрикос. Абрикос уже мертвый. А яблоня еще жива. Только покрывается манилиозом, как средствием. Поняли, да? Как средствием. Не причина, а манилиоз средствием. Вот. А тут бах! У нас все исчезло. Причину не нашли. Почему нельзя считать, что здесь абрикосовые сады, которые вырезают? Это все-таки бактериальная болезнь. Или гораздо проще. Специально подложу. То, что по всей России, юг России, запад России, вся Украина, которая еще имеет абрикосовые деревья, уничтожает их собственными руками. Я приводил сотни примеров. С собственными. Ни одно дерево не обходит, чтобы абрикос нуждается в ежегодной обрезке. Обрезка только на кольцо. Потому что оставишь, якобы, вот этот самый, вот такой вот пенек. Еще страшнее. Вот загниет и дерево угробит. А вот когда на кольцо оно зарастет, а ни одного. Уже за свою жизнь я их не сотня, а тысячи видел обрезанных. Только все на кольцо. Я их распиливал. Я не нашел ни одного зажившего. Их нет. А все пишут есть. И вот если взять целую такую проблему. А не уничтожили ли вы абрикосовые сады? Они, ведь они даже на юге России, им плохо живется. Абрикосовые сады не любят сырость вообще. Вообще не любят сырость. А что, на юге не бывает этих самых дождей проливных? Даже наводнений не бывает? Махом сгнивают. Вы только раны понаделайте. Вот это вот, придумать искусственные формы. Абрикосовые сады – это чудо, это сказка. И взять их, калечить, 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 калечить. Во главе с темляческой академией. И вот эти два. Я до сих пор правду не знаю. Или, если болезнь, это бактериальная. Или, вот она, обрезка и посадка. Стоит только заглубить вот так абрикос. И через несколько лет он умирает. Уборите его на что угодно. Причины будут не причины, а вот этот самый. Результаты будут такие. Вот смотрите. Это для вас. Вот эту фотографию я набрал как? Ну, можете меня проверить, можете сами. Я набрал маниллез абрикос. Два слова. Первая же фотография была вот так выглядела. Смотрите. Ну, и где вы видите маниллез? Вы видите больной абрикос. Вот и все. Вот. Смотрите сюда. Как можно? Вот так. Это уже, это самое. Это, это, это. Там было написано маниллез. А какой вид дерева? Я боюсь ошибиться. А тут специалист как железового это. Не вижу. Он неправильно назвал. Там не было наименования вида. Но я, почему вот это? Вот. То, что вы видите. Почему вот здесь вот там, когда набираешь, там в верхнем углу есть эти, наименования. И там написано маниллез. Это вот так из уродового дерева. Сделать его калекой такой. Вот как надо ненавидеть его. И потом, когда оно заболело, когда уже действительно лично заболели, теперь назвать маниллезом. При чем тут маниллезовое дерево изувесили? Ну, а это. Так и написано. Вот здесь опять в правом углу. Ну, и торопился. Так и написано. И что там написано? Маниллез яблонь. Давайте посмотрим на это. Маниллез яблонь. А вот это вы видели? Вот справа у меня. Вы видели, что это такое? Это что? Маниллез? Вот это. Это глубокий калека. За что? Что же вы на этот безобидный гриб шалите? Вот. А вот это. Я специально подбирал, ребята. Специально. Дереву примерно 30-40 лет. Это глубочайший старик, которого уже изувесили. За эту жизнь, наверное, отрезали сухие ветки. Наверное, оно уже на последней стадии развития. Наверное, оно уже больно настолько, что уже не может вот. И приказ Маниллез, и давай его теперь что, опрыскивать? Эпилон надо брать. Его же изувесили, прежде всего. А это? Дерево плачет. Это обыкновенное, в данном случае вишня. Это обыкновенная живица. В народе кометь. Это научное слово. Вот это смола, которая залечивает раны. Это самая обыкновенная морозобоина. Дерево, которое попало севернее, чего полагается жить. Листья заболели, назвали Маниллезом. А это? Вот если бы вот этой раны не было, ведь, когда появляется такая рана, вокруг идет омертвление. Видите? Причем тут Маниллез, когда вот фотографии, вот черным напишут Маниллез и все, и хоть ты плачешь. А я особо-то не выиграл. А теперь берем основание той же яблони. Ну что? Ну что? Вот сюда глядеть-то надо. А то увидят листья, и давай листья прыскать. Дерево не надо калечить. Вот так вот. Итак, Украина, юг, запад. Это гигантские территории. Вот. Гигантские территории. Везде абрикосы помирают. Когда будет дана команда оставить их в покое, чуть ли не законодательно. Вот взять хотя бы абрикосы. Представляю, хотя бы, так же как запретили курить на улицах, почти перестали курить. Нет, что курят, но уже не так. А почему не взять в Госдуме и не издать закон? Прекратить обрезку абрикосов с целью осветления крови, создания искусственного штамба. Вот. Ну, я понимаю, что я херню говорю. Ведь дети будут стояться вот над этим законами. Ну, тогда надо просветительской работой заниматься. В школах. Вот это же можно все в школах показать? Вот это вот. Чтобы дети ужаснулись. Кто-то выполос Еж緊 другоеятное шаги. Четвера